Привет всем подписчикам сообщества Мой Компьютер. У микрофона Хомиш и сегодня я вам предложу три классных смартфона за всего-то 15 тысяч рублей. Huawei Honor 9 Lite. Смартфон среднего класса, отличающийся впечатляющим стеклянным дизайном, который пришелся по душе поклонникам бренда. Он обладает шикарным дисплеем, диагональ которого составляет 5,65 дюймов, выполненный по технологии IPS с разрешением 2160 на 1080 пикселей. При своей привлекательной стоимости Honor 9 Lite может вам предложить еще и две двойные камеры, где на лицевой панели расположился сдвоенный модуль с разрешением 13 и 2 мегапикселя, а основная камера также сдвоенная и имеет то же количество пикселей. Так что эффект размытого фона гарантирован как и при селфи, так и при каких-то интересных фото с основной камеры. А вот тот самый хваленый эффект зеркального отражения вашего корпуса имеется лишь у моделей, выполненных в синим или же сером цвете, так что имейте в виду. В техническом плане это также интересное устройство. В качестве процессора здесь располагается Kirin 659 с 8 ядрами и 3 или же 4 гигабайта оперативной памяти, в зависимости от того бюджета, за который вы планируете покупать данный смартфон. За автономную работу смартфона отвечает несъемный аккумулятор емкостью в 3000 мАч. И при том, что у нас будет MIUI 8.0, который хорошо оптимизирован и отлично работает вместе с Kirin, автономность должна быть отличной и заряжать вы его будете, ну как минимум, не чаще одного раза за двое суток. И прежде чем перейти к следующему устройству, советую всем, кто еще не подписан, подписаться на наш канал, а если вдруг не нажат колокольчик, то обязательно нажать. Чем нас больше, тем чаще выходят видеоролики. Asus Zenfone Max Pro M1. Возможно, некоторые не ожидали увидеть данное устройство в этом списке, но лично я считаю, что за его стоимость это отличное устройство. В качестве процессора здесь используется Snapdragon 636, который имеет не только высокую скорость обработки данных, но и работает в режиме низкого энергопотребления. А в случае с оперативкой снова есть выбор 3 или же 4 гигабайта, где в случае с первым вариантом у вас еще и будет 32 гига ПЗУ, а во втором целых 64. Этот Zenfone отлично подойдет тем, кто активно пользуется гаджетом, ведь здесь емкость батареи целых 5000 мАч, так что заряжать вы его будете максимум 1 раз в 3 дня, а в лучшем случае смартфона может хватить даже на четверо суток. В качестве экрана здесь используется 6-дюймовое безрамочное решение с разрешением Full HD+. Кроме того, смартфон имеет отличную основную камеру, где сочетается два модуля на 13 и 5 мегапикселей, а также фронталка на 8. Так что в случае селфи здесь все не так круто, как у Honor 9 Lite, зато основная камера интересней. Тем более, видео она снимает просто превосходно. Также, сугубо по моему мнению, дизайн смартфона явно не на 15 тысяч рублей. Он выглядит просто шикарно и, я бы сказал, дорого. Xiaomi Redmi Note 5. Тот смартфон, который, наверное, каждый ожидал видеть в данном списке, ведь это на сегодняшний день, наверное, самое популярное устройство в бюджетном сегменте. Да, за свою стоимость это действительно максимально оптимальное сочетание самых передовых технологий и приемлемой цены. Процессор тот же самый, что и у Zenfone, Snapdragon 636, и он считается топовым среди смартфонов бюджетного и среднего класса. Также наш Redmi выполнен в цельнометаллическом корпусе, что в целом характерно для данной линейки, и также все это выглядит очень круто. В качестве ОЗУ и ПЗУ предлагаются такие же решения, как и у прошлых смартфонов, то есть 3.32 или же 4.64. Тут снова же вопрос ваших предпочтений. Еще одним преимуществом Note 5 является революционный экран с высоким качеством цветопередачи. Вроде бы и то же разрешение, и те же практически 6 дюймов, но цвета ярче, за счет чего и картинка сочнее. В случае с камерой мы получаем плюсы, как и от первого, так и от второго устройства. Здесь и спереди сдвоенная камера, и сзади отличные модули, за счет чего вы видео круто снимете и пофотоете хорошо, и даже селфи будут отличными. Но ведь не может он быть во всем лучше. И да, так оно и есть. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Это что-то среднее между Honor 9 Lite и Zenfone Max Pro M1. Из плюсов которого я бы еще отметил отличную систему двух симок и установки карты памяти. Вместо гибридного слота вы можете поставить microSD до 256 гигов объемом, а уже после две симки. При том, что и у Xiaomi, и у Honor используется обычный гибридный слот, где нужно выбирать вторая симка или же карта памяти. Исходя из этого, все три устройства получаются примерно равны между собой. И тут скорее вопрос о ваших предпочтениях. Какой-то может вам по дизайну нравиться больше, или же нужен размер поменьше, а может важна и вторая сим-карта, и microSD вместе. Но от себя скажу, я бы остановился все-таки на Zenfone. Хотя и дизайн Honor 9 Lite просто шикарен. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, напишите, что бы вы выбрали в комментариях, а также можете предложить какое-нибудь еще устройство в этих ценовых пределах. Удачи в выборах смартфонов и до новых встреч!